Всем привет! Сегодня поздно начинаю снимать влог. Вчера был влог насыщенный, сегодня немножко будет скучновато, наверное. У нас уже половина третьего дня, Маркушенька у меня спит. Я часик полежала, отдохнула и сейчас стала варить Маркушки суп, потому что нам кушать с мужем есть что? Окрошка там, рыбка, картошка. А Маркуши супчика нет, поэтому я стала варить ему суп. Сейчас поставлю стирочку, одну постираю и, в принципе, пару тарелочек сейчас помою. После курицы вчера филе покупала куриное, я сейчас его разделила, разделила там по пакетикам, заморозила. И сниму вещи, которые у меня уже висят два дня на балконе, все никак руки не дойдут. Вчера устала, уже не стала ничего снимать. В общем, дел у меня сегодня, в принципе, нет. Сейчас вот суп сварю, тут по мелочи сделаю на кухне дело и пойду дальше отдыхать, пока Маркуша спит. А Маркушка проснется, мы пойдем гулять. Я его покормлю. На улице пасмурно, такой прохладный ветерок. У нас где-то, наверное, неделька будет вот такая вот погода. Так что вот такие вот у нас дела. Целое утро лежала, монтировала вчерашний влог, который очень огромный получился. Вчера насыщенный прям день был. До сих пор она у меня обрабатывается. Так что вот такие вот у нас дела. И нужно сейчас, кстати, в ромашках водичку поменять. Стоят уже сколько дней. Потому что меняю каждый день воду. Вчера, правда, забыла поменять. Руки не дошли до них. Маркушка у меня сам уснул. В обед он в основном сам засыпает. А вот на ночь только с нами. Ложишь его в кроватку. Хоть он и спать хочет. Ложишь его в кроватку. Он встает, кричит, требует, чтобы кто-нибудь пришел с ним на диван лег. Он только на диване засыпает. Вместе с нами под бочок ложится. В общем, а в обед засыпает сам. Что еще новенького у нас? На улице, я уже сказала, погода прохладная сегодня у нас. У нас, кстати, сейчас покажу. Дачи строят. Вот за нашим домом. И там дом сгоревший. Давно он уже стоит, сгоревший. И вот его сейчас разваливают. Дачи будут строить новые. Дома так быстро строят. Участки начали давать людям. И все строят. Ну, как дачи. Это, можно сказать, не дачи, а просто дома, в которых люди будут жить. Вообще классное место. Это рядом с поселком. Тут пару шагов и уже магазин. Ой, у меня тут мясо с картошкой кипит. Ладно, буду я варить супчик, заниматься делами. И потом буду отдыхать. У нас уже половина четвертого. Маркушенька у меня спит. Один раз проснулся, но я с ним на диванчике полежала. И он дальше начал спать. Переделала все дела. Сейчас пойду тоже лягу, отдохну. А сейчас хочу поделиться с вами. Новостью забыла. Вчера муж пришел с работы, принес письмо. Говорит, штраф мне пришел. Говорю, ну, молодец. Говорю, надо по правилам. Говорю, ездить за превышение. Говорю, ну, молодец. Говорит, давай, смотри, танцуй. В общем, мы с Маркушкой ждали долго письмо. Это не штраф был, а письмо с разрешением на гражданство. Нам, наконец-то, одобрили гражданство Российской Федерации. Теперь мы граждане, можно так сказать. Сейчас вот сидела в ФМС, дозванивалась. Туда, как всегда, нереально дозвониться. Дозвонилась. И на 26 число, на 10 утра, я поеду принимать присягу. И, в общем, потом же, наверное, писать заявление на паспорт. В общем, мы уже получили, грубо говоря, гражданство. Наконец-то сколько было нервов, терпения. Но, к сожалению, муж не получил. Как бы он даже еще не подавал. У него там небольшие проблемы с документами. Долго объяснять. В общем, вот плохо, что муж не получил. Еще, конечно, не подавал. Но у него также есть РВП, как у меня. В общем, надо что-то с ним решать. Что-то с его документами. Мы там тоже ждем ответ с посольства. Так что, ну, хоть мы пока с Маркушкой получили, уже проще будет намного. Так что, вот такие дела у нас. Такая вот хорошая, радостная новость. Кому будет интересно, откуда я, что, как, как получали, как вообще сюда попали в Россию, пишите в комментариях. Я вам расскажу о себе подробней, кому будет интересно. Ну, меня мало, наверное, людей смотрит. Поэтому не все даже, наверное, меня постоянно смотрят. Кто-то просто случайно попадает на мои видео. Поэтому пока у меня, наверное, постоянных зрителей, зрителей, кроме родных и близких, нет. Так что, вот так. Ладно, пошла я отдыхать. Все, я уже довольна, что я записалась наконец-то. По идее, они сами должны были звонить. Ну, вот я дозвонилась. Сказали, ребенка можно не брать. Муж с Маркушкой, значит, посидит там. И сказали, не одевайтесь, как на пляж. А то не пустим вас в здание. А то, говорит, на присягу многие приходят, как на пляж. Короткие юбки, шорты. Строго, говорит, одевайтесь. Ладно, все, я пошла. А то хочу полежать в тишине, в спокойствии, пока Маркушка еще спит. Ну, где-то через часик уже буду его будить. И потом пойдем гулять. Я его покормлю. Сварила ему супчик рисовый с мясом. Сейчас покажу вам, что он спит. Ладно, буду я отдыхать. У нас уже где-то без 15,5. Маркушка у меня проснулся. Я ему вон насыпала супик. Бегаю за ним с ложкой. На балконе вон стоит, играет там. Не видно. Вон он стоит. С машинкой. Там машинка стоит. А у меня помидорчик, рыбка и картошка. Что-то я как-то рыбу не наелась. Там еще кусочек мужу оставила. Вкусная рыба. Но ее нужно, мне кажется, даже можно без картошки есть. Она такая вкусная. На следующий раз еще возьмем. Будем в городе, в этом магазине, где продают рыбку. Заедем, возьмем. Что мы сейчас кушаем? На улице солнышко светит. Ну, такой, знаете, прохладненький ветерок. И покушаем, и соберемся, и пойдем гулять. Возьмем мяч с собой. Может, пойдем на футбольное поле погулять. Да? Иди кушать будем, сына. Иди кушать будем. Он весь в машине. Да? Залазь. Ладно, все. Всем приятного аппетита. У нас уже 15 минут седьмого. Вышли с морковкой гулять. Такой ветерок прохладный. Сейчас пойдем на почту. Пришло уведомление о посылке, которую я вчера не забрала. Как они все рассказали? Нету. Нету. Сегодня уже уведомление прислали. Так что заберу посылку и пойдем на поле мяча. Вон, взяли с собой. Да? Солнышко светит. Сейчас очки достану. Одену. А то я не могу. Когда солнце светит, у меня сразу глаза слезятся. Сейчас посмотрю, как детишки на площадках одеты. Если что, одену Маркушу. Так вроде бы тепло, но прохладный ветерок. Блин, Маркушу вообще надо срочно стричь. Так нам и сегодня не позвонили. Но уже завтра тогда до обеда пойдем запишемся. Если мастера не будет. О нашей, блин, деревне ребенка не подстрижешь. Дома все сделали, покушали. Так что вот так. Ой, все, глаза слезятся, надо одевать очки. Не могу. Ветер, солнце, все. Глаза у меня слезятся. Я без очков вообще ходить не могу. Надела джинсы. Пакеты, майку. И такую ветровку. Наверное, Маркушу сейчас все-таки я, наверное, одену, мне кажется. Он в бодике с коротким рукавом. И такой легкий свитерок. Мы уже на почту забрали посылочку. Машка укусила. Хотела Маркушку. Здесь в парке тракционы всякие. Ну, что-то как-то писали. На батутах там дырка какая-то. Детки проваливаются, ударяются. Не знаю. Лучше мы с папой в город поедем. Там в городе есть много батутов. Такая территория откороженная. Бегу. Идем на поле в мяч играть. Не одевала. Так вроде бы тепло. Не стала одевать. Смотрю, детки вообще в шортах, на футболках. Но все равно ветер такой прохладненький. Потом зайдем, хлебушек купим. И домой пойдем сейчас прогуляемся. Спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова У нас уже без 28, мы с Маркушкой на поле погуляли, в песочнице погуляли, одела белые кеды, они тканевые, и он опять меня их разотоптал, я их только постирала. Зашли в магниты, купила 4 йогурта, чудо, в банках большие, по 34 рубля, по скидке хорошие были. Хлеб и фанту себе взяла, попить и жвачки. Субтитры подогнал «Симон» Такая хорошая скидка была. Вишня-черешня, черника-малина, персик-маракуйя и обычный клубничный взяла. Нам с мужем покушать хлебушек и всё. И фанту себе брала маленькую попить. Сейчас нас соседи пригласили на чай, так что мы сейчас пойдём на чай. Муж позвонил, нужно отнести вон штучку для машины какая-то, ОБД-2 для диагностики. Мы заказывали, и сейчас пойдём отнесём и как раз чайка попьём. Ладно, буду на сегодня с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Продолжение следует...